Я, в общем, доклад написал, потому что очень трудная тема. И прежде чем пытаться вас с ней хоть в той или иной степени внятности и близости ознакомить, хочу сразу предупредить, кому, как только кому-то станет не по себе страшно или невыносимо, а энергически, лучше сразу уходить. Потому что тема тяжкая и, ну, скажем, с точки зрения современного, что ли, усредненного сознания абсолютно несовременно. Поскольку, во-первых, имеет отношение к совершенно конкретному тексту, представляющемуся, на первый взгляд, абсолютно архаичным для современного человека. Этот текст был написан в 17 веке. Я давно на него обратил внимание, но вот русская версия появилась, в общем, пару лет назад. Я имею в виду перевод. Молохвей. А? Молохвей. Нет, текст, я сейчас его покажу, да, он называется «Анатомия меланхолии». Автором этого текста является Роберт Гертом. Я ему кратко об этом расскажу. Но все-таки, учитывая вот свою невыносимо трудную профессию и библиотечные тентенции, я сразу хочу сказать о том, что, учитывая то, что здесь много детей, что, в общем, конечно же, смысл всего того, что происходит на подобных занятиях, лекциях, семинарах, все-таки заключается в том, чтобы, особенно в отношении трудных тем, о чем-то предупредить. Предупредить тех, кто собирается разобраться в истории культуры, мира, ну и в истории, вот, собственной души, если вы признаете бессмертию. В общем, предупредить, поскольку, пожалуй, самое такое вот опасное с точки зрения опыта культуры – это раствориться, раствориться в таком мутном, смутном потоке повседневных структур, не вырваться из него, не оглядеться, не поставить себе главных вопросов. А мы здесь, я об этом все время говорю, пытаемся ставить их на вопросы. И вот, конечно, сегодняшняя тема, она касается опыта так называемой мистики. И, конечно же, уже само тематизирование выводит нас за пределы, ну, не только, вот, за пределы нашего 20-го, 21-го веков там, выводит за пределы вообще всего проекта нового времени. Выводит нас за пределы, ну, эпохи просвещения, которая в значительной мере заложила, вот, рациональные основы вот этого проекта нового времени. Ну, и в том числе, вывод за пределы идеалов просвещения, включая, в том числе, вот, часто упоминаемого здесь канта. Но важно то, что вот этот опыт мистики, включая средневековую, да и российскую, русскую мистику, он, в общем, как это ни странно, был в значительной мере, прежде всего, в русской традиции, вот, уходящего, уже ушедшего Серебряного века, Вердяев, Лосев, Лоский и многие-многие другие, реабилитировали. Особенно остро он был реабилитирован в уже упоминавшейся работе Вердяева Николая Александровича, которую, в общем, почти никто не хочет читать, боится, она, в самом деле, такая, не для детей, вот, и поэтому я, ребят, помоложе предупреждаю. Эта работа называется «Новое средневековье. Размышления о России и Западе». Эта работа, ну, кодирована тем, что, в общем-то, сегодня связана с тайной и, в какой-то степени, с мистикой приставки «пост». Вот в таком глобальном культурологическом контексте мы с вами живем все-таки в условиях сгущающейся тайны, и в этом противоречие между повседневными структурами, которые считают, что никаких тайн нету, и, ну, структурами какой-то определенной глубины или, ну, качества учености. Вот для ученых, включая и физиков, тайны нарастают в геометрической прогрессии. Вот это вот возвращение тайны в постэпохе или в постмодернистской культуре ставит, в общем, сегодня у нас, с моей точки зрения, вот перед этой бердяевской такой экстремальностью, которая именуется дизюнкцией, это такая логическая форма, которая сводима, ну, скажем, к словосочетанию «или-или». То есть вот с точки зрения бердяева в этой работе «Новое средневековье» и многие, хочу вам сказать, ну, или хотя бы некоторые, прежде всего, российские мыслители абсолютно разделили эту позицию. Уже тогда, когда он писал эту работу, он писал ее в 20-е годы, особым образом вот пережив опыт Первой мировой войны и Русской революции 17-го года, вот Бердяев сказал о том, что человечество входит вот в новую мистическую зону, поэтому эту работу он называет «Новое средневековье», где, в общем, решится вопрос о выборе человеком, человечеством, одной из двух бездн. Одна бездна не бытия, а другая бездна бытия. Он именует это, ну, романтическим вот метафорой бездны, ну, или символикой бездны, бездна означает вот такие вот бесконечности, которые, однако, дают о себе знать на том или ином уровне вот символизации, в том числе исторических. И вот эта дизюнкция или-или, повторяю еще раз, в том, что Бердяев назвал новым средневековьем, имеет прямое отношение к теме. В конечном итоге Бердяев ставят читателя перед двумя мистиками. То есть вот, несмотря на опыт, уже определенный, в том числе, первое, естественно, научный опыт нового времени, эти мистики, эти мистические бездны по Бердяеву разверзлись. И человечество буквально подошло вот к этому перекрестку, где оно должно решить вопрос, по Бердяеву повторяю, еще раз, его можно снять с вопроса, вот с повестки дня, вот вопрос, в какой еще-таки векторности оно будет развиваться. Вы скажете, но в новом времени, в эпицентре нового времени, прежде всего, идеал гуманистического сознания, с его рациональностью, с его ответственностью в отношении наших мыслительных процедур, Бердяев говорит, нет, нет, гуманистическое сознание, гуманистическая середина, пишет он, давно уже себя разоблачило, как ничто, нету ее уже. То есть в ней еще может пребывать, ну, скажем, вот он считает, западное общество какое-то время, но в абсолютной иллюзии того, что это действует, но на самом деле это просто-напросто все больше погружается в то, что именуется в термодинамике, вот антропия, такой растворенности всего во всем, где кончатся все виды движений. Бердяев радикален в этой работе, но я просто вам на нее обратил внимание, чтобы, в общем-то, по этой степени актуальность, в том числе вот этой работы и вообще всей мистики миланхронии, хоть к какой-то степени, ну, вот, подчеркнуть. Бердяев цепляется, кстати говоря, исходя из того, что самые великие философы в русской культуре это не философы, а литераторы, прежде всего он выделяет Достоевского, естественно, и Толстого, Льва Николаевича. Вот он цепляется за Бердяев в этой работе, в том числе и за Достоевского, который в своих экзистенциалистских романах, в общем, щутко эту проблему обозначил. Или Бога-человек, или человека-бог. Это, в принципе, опять же, полярность двух мистик. Бого-человек, человек-богоцентрированный, а это мистика, ну, скажем, христианского, вот, человека, или человека-дьявола-центрированного. Это мистика, ну, скажем так, нижних демонических незримостей, которые Бертон, в том числе, в своей работе разрабатывает. Или-или. Ну, и поэтому, если мы хоть в какой-то степени не просто играющие относимся к опыту культуры в той или иной степени, литературы в частности, то, может быть, это в самом деле имеет определенный смысл для тех, кто только недавно начал жить, но и для тех, кто, в общем-то, все еще думает про акценты. Мистика вообще означает, в переводе с греческого «мистикус» незримость невидимая и, соответственно, таинственная. Таинственность означает то, что, в общем-то, допустимо, возможно, раскрытие тайны. И, в общем, надо сказать, что, несмотря на вот означенную тему, в европейской и в русской культуре есть принципиальные разницы в плане того, как сложилась их, ну, диалогика вот этих культур, вот этих динамики развития вот с этими безднами, с этими мистиками, надо сказать, что, в общем, русский проект вот мистики, он все-таки до сих пор сохраняется, что отмечено в целом ряде последних, в том числе, десятилетних, в том числе, написанных работ, в том числе, в том числе, очень-очень сильных, очень известных фигур из советского времени. Чаще всего в контексте того, что русская культура все-таки не отказалась от идеи всеединства и целостности, как человека с двумя его мистиками, так и всего мироустройства. И, чаще всего, вот этот русский проект «Целостность и всеединство» именуется вот у этих авторов, среди них, повторяюсь, очень много очень известных, современных, абсолютно научно признанных, это проект Теоантрпокосмизма. Теос – Бог, Антропос, Человек, ну и космизм. Все связано друг с другом. Мистика неизбежна в религиозном сознании. Те из вас, кто любит священное Писание, наверняка встречали то, как, например, апостол Павел определяет, что такое вера. В послании к евреям он пишет, вера есть, очень трудное, кстати, потрясающее, но очень сильное определение, я просто на вторую часть обращу внимание, вера есть осуществление ожидаемого. да, невероятно, философски, невероятно сильное определение, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, то есть в мистическом. Откуда берется эта уверенность? И, ну, по крайней мере, в контексте вот мистиков или людей религиозного чувства и религиозного сознания. И в этой связи, конечно, ситуация пост в контексте тоже Бергеевского-Гмызова это ситуация, в общем, в значительной мере, вот если я кто-то сюда пришел, все-таки, она не то, что ситуация интереса. Это ситуация такого внутреннего, что ли, вопрошения и, возможно, такого внутреннего экзистенциального переживания двух видов опыта. это опыт обыденный, эмпирический. И вот тут так называемый опыт мистичества, который очень трудно, в общем, не заметить, который, в общем, сегодня очень трудно заметить, потому что, в общем, с позиции того же Бергеева или, ну, скажем, поста многих, тех, кто вот в этой пост-парадигме, парадигма – это такая целостная, что ли, завершенная в словом и структурном смысле, считают, что все-таки пост обостряет проблему мистики. Таких авторов тоже очень много и на Западе. Так вот, мистический опыт – это опыт одновременной повседневности с точки зрения, ну, скажем, вот этого пост-парадигмального подхода. Просто мы часто его не замечаем. Любое просмотр любого кинофильма с точки зрения психологии и мистики – это мистический опыт. Особенно, если вам нравится. Особенно, если это голливудский кинофильм, там, на три часа, где вы, в общем, в чему-то доходите с ситуацией какого-то невероятного опыта. Просто как к нему относиться? Вот весь вопрос этой, ну, скажем, ставшей уже массово-культурной мистики. То, что русская культура насквозь мистично, доказывает, ну, тоже Достоевский, которого я упомянул, или, например, конечно же, Лев Николаевич Толстой. Вот я обращу ваше внимание на начало эпилога его самого известного и всемирно известного романа «Эпопея. Война и мир». «Прошло семь лет после 1912 года», – пишет Толстой, «Взволнованное историческое море Европы леглось в свои берега. Оно оказалось затихшим, но таинственные силы, двигающие человечество». А дальше в скобках он пишет «таинственные, потому что законы, определяющие их движение, неизвестны нам. продолжали свое действие». И вот весь эпилог проникнул, повторяю еще раз, убеждением Льва Николаевича Толстого в том, что эти таинственные силы, решающие, в том числе в отношении всех исторических и вымышленных персонажей в его романе, они никогда не будут познаны человеком. Сам Толстой, как вы знаете, в общем, создал свою собственную концепцию, ее называют часто философы, и правильно дело, называют концепцией такого панморализма, то есть такого всеобъемлющего, гуманистически ориентированного морализма. Эта концепция сегодня заложена в фундаменте проекта под названием «Либеральная демократия». Ну, когда говорят о добре, о гуманизме, о человечности, вот Толстой представляет абсолютно точно эту... Но Толстой отказывается от того, чтобы вообще проблему основы вот этого панморализма в концепции непротивления, в том числе злу, насилием, он отказывается узнать истоки. Он называет это, внутри, скажем, каждого человека, он называет это примерно жизнью. Вот эта жизнь во мне, которая в будущем не до конца понятая, она дает о себе знать. Одно из самых страшных столкновений в духовной истории не только XIX века, но и, в общем, всей русской культурой, философской и художественной, это столкновение между Солодьевым, Владимиром Сергеевичем, и Толстым. Оно касается, в общем, вот проблемы, говоря из-за Комбердяева, опять же, напоминаю, ведь как трудно, у меня такая чуть-чуть трудная тема, вот этого среднего гуманистического среза в досягаемости моего рацио и моей чувственности, когда чувство кажется реветирующим. И я напомню вам, вы должны, в принципе, это знать, потому что, конечно, можно отказаться от Соловьева, хотя это классная совершенно, драматичная фигура всей русско-европейской философии. Вот Соловьев написал в конце своей судьбы знаменитые три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории, где в качестве своего такого оппонента он выбирает Толстого, которого вводят под фигурой князя. В общем, как-то не страшно, считая то, что Толстой воплощает того князя, который правит миром сил. В мистике этого правления. Виноват, говорит Соловьев, который скрывается за господином Цет, последняя буква алфавита. Ну, я имею в виду латинский. «Я не спорю, что хозяин, кто такой хозяин, требует добра от вас», говорит он князин. Но разве отсюда следует, что он сам хозяин, добр? И потом он выводит, в общем, этот господин Цет в разговоре с князем, что, в принципе, тот самый хозяин, в общем, инкогнито, то есть неизвестный, и что он есть, цитирую, «не иной кто, как бог века сего». Как вы понимаете, Соловьев, надеюсь, понимаете, означает одну из самых страшных проблем вообще для каждого из нас, для истории. Это проблема подмен. Когда что-то очень легко подменить, скрывая, в общем, за чем-то примеченно хорошим нечто совершенно мистически страшное, что делает нас абсолютно неспособными разобраться, где граница между добром и злом. В общем, видите, какой страшный духовный спор, поскольку, в общем, в конце этого разговора Соловьев приходит к выводу, что антихрист уже здесь, в мире, и что, в принципе, князь, то есть один из величайших русских мучеников, моралистов, Лев Николаевич Толстой в контексте этого произведения, что он как раз и доказывает то, что антихрист здесь. В общем, опять напоминаю вам страшную оппозицию. Бог и человек, человека Бог. Опять напоминаю вам дизюнкцию Бердяева или Илья. И опять ставлю каждого из нас, в том числе себя, перед вопросом «А как со мной?» Вот перед этими вызовами, которые означены. Если, повторяю еще раз, если, конечно же, я стараюсь в той или иной степени вот этот опыт, скажем, мистики хоть в какой-то степени интегрировать и учесть. К Толстому хочу одной вещь сказать, что такой известный автор Василий Васильевич Зиньковский, который попытался в эмиграции описать всех самых известных русских философов, вот Зиньковский назвал Толстого относящимся к направлению, обратно внимание, мистический имманентизм. Имманентность – это такой признак от чего-то, который связан с тем, что это что-то находится и присущее моему внутреннему чему-то. Имманентный означает находящийся внутри. Но он называет Толстого представителем мистического имманентизма. То есть он опять же ставит Толстого перед проблемой той мистики, которая заключена вот в таинственных силах правящих как историей по Толстому, так и мною, как участника этого таинственного исторического процесса. Мистика везде. И мистика, безусловно, касается в контексте поставленной проблемы «Толстого» и «Толстого» источника и вообще суть этой таинственной силы, если в контексте эпилога в романе «Толстого, война и мир». Это, конечно, мистика воли или духа. Почему так важно? Потому что те из вас, кто любит Толстого, серьезно вычитываю, знают, что Толстой считал самым лучшим философом, и на него и ориентировался осознанно, почти до конца своей жизни, Артура Шопенгауэра. Шопенгауэр создал в XIX веке одну из самых пессимистичных философий. Шопенгауэр считал, что миром правит так называемая анонимная, никому недоступная мировая воля. И что эта воля всеобъемлющая, и что каждый человек, и вообще каждое, то, что происходит в истории, является, он называет это объективацией, то есть то, что становится реальностью происходящего вот этой воли. Но эта воля дробится в каждом человеке, и каждый человек, будучи производным от этой мировой воли, и будучи заложником ее неизвестности для каждого из нас, он, в общем, находится в ситуации, первое, пессимистического переживания своего отлучения от этой мировой воли, а второе, в том, что эта мировая воля, в общем, движет мир к не самому лучшему сценарию. Вот Толстой принял концепцию мировой воли, анонимной, холодной, такой вот, близкой к тому, что, в общем, для тех, кто, немножко интересуется религией, близкой, в общем, ну, скажем, к тому, что вот в позднем индуизме и в какой-то степени в буддизме. Одновременно Шопенгару в том же городе, они буквально были почти, что по улице ходили одной и той же, Гегель, который настаивает на том, что миром правит мировой дух, который тоже в себя все время объективирует, предмечивается, то есть в исторических реалиях, культурах и в каждом человеке. Но Гегель считал, что все то, что становится производным от этого мирового духа, оно разумно, все действительное разумно. Вот почему Гегель до сих пор для рационалистов нового времени является одной из самых значимых фигур. во всех молитвах православных все время ставится проблема того, что я никогда не свободен от какой-либо из этих волей или духов. Ну, скажем, в молитве старцев в Оптиной пустыни, я процитирую фрагмент, Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей. Ну, и в самых известных молитвах тоже есть. А дальше, Господи, руководи моею волею и научи молиться и любить всех милицемерно. Фрагменты просто. То есть проблема мистики, о которой поставили вопрос, проблема того, что я с точки зрения опыта мистики я находлю страшные иллюзии, если я полагаю, что я автономен, что я изолирован от чего-то, что, в общем, делает меня абсолютно свободным в традиционном таком понимании делаю, что хочу. Нет. В каждом моем хотении за меня хочет что-то. Воля, дух, мистическая бездна. Я просто-напросто послушал этому хотению или не послушал. Эту проблему, однако, в рациональном ключе пытается поднять и Кант, естественно, отказываясь от мистической подоплёки. И вот мы с вами вынуждены сейчас, скорее всего, это будет все-таки два занятия, потому что текст оказался очень большим, и я вас выпущу скоро, чтобы не мучить, потому что и так много всего тяжелого, для нас ваше, виноват. Согласился на эту мистику? Так и не люблю мистику, но придется его немножко преподать. Вот главный действующий лиц сегодняшнего процесса это малоизвестный автор, хотя при жизни был очень известен четыре или даже пять переизданий работы, которая называется «Мистика меланхолия». Обратите, «Анатомия меланхолия». Роберт Бертон, дитя эпохи, которая называется Барокко, эпоха неуверенности, эпоха переходная, эпоха, которая, в общем, вращалась с ренессансным идеалом такой антропоцентрической целостности через попытку синтеза христианского представления о мире и античного язычества. Вот наиболее точное это прощание ренессанса с этим удивительным проектом, который оказался сорван, как вы понимаете, об этом все трагедии Шекспира, является знаменитая гравюра Альберта Дюрера. Я не знаю, видите вы или нет, это гравюра очень точная и очень сильная. Дюрер – гений, и она точно отражает в принципе суть того, о чем пишет и Берта. При условии, повторяю, что во мне все еще не угасло то, что можно назвать хотя бы мистической интуицией, мистическим чувством, но еще можно назвать мета-физической чувствительностью. Обычно она выражается в определенных внутренних состояниях, типа, например, беспокойства, ощущения заброшенности, отчаяния, то, что описано в экзистенциализме XX века в том числе. На этой гравюре изображена жена, жизнь, которая, согласно законам риторики, персонифицирована навсегда в женщин. В каждой из женщин, согласно законам риторики, такое правило использования образов и слов, которое представлялось как наука для тех, кто собирается использовать то и другое. Но с точки зрения риторики, каждая из девочек здесь сидящих и женщин, это вот она, вот эта вот. Она крылата, потому что душа. Она самая сильная сила в мире, потому что женщин, потому что жизнь. Но она от чего-то зависима, потом тому, как каждая супруга зависима от своего супруга или каждая влюбленная девушка зависима от своего возлюбленного. В маскулинной культуре, я имею в виду, даже если хочет быть независимой. И она вот она вот она вот ну она вот она бессупружена. Она как та главная сила, которая в общем движет миром, самая сильная фигура в шахматах напоминаю вам женщина, королева, Василиса, царица, она не знает, что ей делать. Почему? Потому что для того, чтобы ваша сила была вот реализована, вам нужна первичная пусть тонкая, ну, как так говорят языком мистике тонкая материальная энергия, которая в общем эту силу задаст. Тайна силы это тайна не действия, а реакции. Это третий закон и тон. Вот нужна сила, чтобы задать. И с этим связаны все квадраты, ну, скажем, скоростей в математических формулах по физике. Женщина это или жена или жизнь или душа. Она с точки зрения повторяющего ренессансной мистики ей нужен этот импульс, задающий ее силу. Сила, повторяющего это не акцию, а реакцию. Это когда муж говорит своей жене я люблю тебя, и она становится самой сильной силой бытия. Если конечно он ее как Иванов цитированной пьесе Иванов у Чехова, если вдруг он потом ее не разлюбил. И он сам не знает почему. И в принципе поэтому убил. Вот она не знает. И конечно в ренессансном контексте она потому не знает, что она перестала быть богоцентрированной. То есть тот импульс, который нужен ей в идеале мистики ренессанса синтез между ну скажем языком бытия который одновременно сила жена и словом который задает этот букварь или эту азбуку всего бытия не происходит контакта не происходит импульса. Поэтому она сидит и не знает. Она домостроительница всего мира. У нее циркуль здесь рядом лежат рубанок соответствующие предметы но она не знает как ей строить дом. Крылья ее опущены. А почему она не знает? Потому что она отвергла закладной камень угловой тот который строители должны были положить во главу угла. Вот он лежит. Это конечно Христос согласно риторике священного писания. И она не знает но ей нужна энергия. А где же энергия? Потому что вы знаете что после ренессанса началась новая эпоха под названием новое время это наше с вами время новая эпоха. Эта энергия уже на пути и она уже летит с востока вон оттуда. И это энергия мистики зла. Эта энергия мистики бездны. Вон черт который отец с той стороны. Ну чертенок ладно. Он еще далеко но скоро он прилетит. Вот так Дюрер так вот жестко фотографирует и означает проблему ну скажем кризиса ренессансной надежды на все единство и целостность. Но одновременно летят он тащит с собой меланхолию. Поскольку вот тот картуш который так виден на краешке картины ну гравюры там она и написана меланхолия. Роберт Бертон в принципе исследует вот именно вот эту проблему которая уже означена образно в гравюре гениального Дюрера. Бертон родился в 1577 году ну то есть он родился во времена елизаветинские шекспировские в эти времена поздний ренессанс появилось множество разных текстов ну вот например одна из них это знаменитая один из самых таинственных текстов до сих пор расшифрованный рукопись Войнич над ней бьются авторы и не знают даже языка на котором этот текст написан вот фрагменты из этого текста это время когда чтобы разобраться например в тайне того шекспира нужно знать тех кто был предварей елизаветы ну скажем знаменитый мистик джон ди ну или вот тоже значимая фигура многие из них в той или иной степени проявляются в том числе в тексте шекспировских ракетий Эдвард Келли ну суть вообще вот этой мистики о которой я начал говорить она очень трудная и я просто вас приглашаю потому что иначе ничего не поймем в мистике хотел бы хотя бы немножко посмотреть вот я попытался составить такую грубую схему что ли этой сути она в общем суть этой мистики сводима к тому что обратно пропорционально современному представлению о в том числе физическом мире все обратно пропорционально абсолютно противоположно тому как например сегодня мы с вами учим детей в школе уже начиная с 5 класса о том как устроен мир что первично что вторично все абсолютно противоположно потому что согласно этой мистики главная векторность движения в мире идет от невидимого от незримого от мистической бездны в зримое видимое ну то есть например материя согласно этой мистики есть прежде всего сгущение того что ближе к понятию энергии ну и к понятию воли или духа сама энергия есть как раз как главное это есть энергия души это психическая сила проблему мира согласно этой мистики решает то что выберет душа если вы еще не казались того что у вас есть душа ваша душа за вас выбирает согласно этой логике все то что касается меня окружающего меня мира всей истории и так далее душа она огромна и частью души безусловно является и мышлением ну а что такое вот эта душальная психическая сила которая в конечном итоге сгущается в материю я еще раз пощекиваю эту логику мистики ренессанса она есть вот конденсация духа чистого сознания вот то что или воли определил то есть это абсолютно иная векторность вот генезиса генезиса мироздания поскольку это так называемый вертикальный генезис и конечно же поскольку вот проблема все таки всех сил завершается в тайне осознанного или полуосознанного акта сознания то конечном итоге это сводимо к власти разума над материей это принцип античности но в принципе этот принцип античности он больше выражен например у Гераклита во фрагменте 47 сохранившихся запомни что высшая мудрость заключается в том что разум правит всем через посредство всего Гераклит в христианском понимании тайну и глубину разума который должен быть рожден душой Богородицы воплощает Христос он логос он закон ума которым я должен руководствоваться чтобы например если душа моя болеет я все таки ее смог вылечить вот эта логика вхарящаяся одна предварительный схематический ключ к мистики ну я же не буду про ноги говорить но в принципе шекспировское время и время когда Бертон был это время обостренной борьбы двух мистик от которой потом конечно отказалось в последующее время но видите сегодня мы попытались немножко реабилитировать хотя бы на фоне тех кого я назвал и один из самых известных участников этой драмы фигура загадочная правда это вот уолтер Рейли многие считают что он возможный настоящим шекспиром поскольку тайна шекспира сохраняется но мы сейчас не будем эту проблему пострять напомню вам о том что в искусстве мистика продолжает мистика меланхолия продолжает навязчиво быть особенно у тех кто в общем никак не вписывается в постмодернистскую парадигму постмодернизм отличается от истинного искусства ну скажем классического тем что в постмодернизме мы позволяем себе игры игры разума игры с культурой а художники которые действуют в классической философии тайны художественного творчества они просто не могут иначе потому что классическая парадигма классическая основа истинного творчества это то что они все заложники души мира и поэтому если душа мира больна то меланхолия Ларса фон Триера вряд ли из вас кто-нибудь согласится с тем что Ларс фон Триер в общем гениальный но абсолютно меланхолический современный кинохудожник я поэтому не рекомендую его детям но он к сожалению у нас вы знаете в русской порезии полно таких тот же Великий Есенин которого только что мы немножко обсуждали один из присутствующих и видите Ларс фон Триер создает поразительную мистерию художественную которая получила призы ведущие я не знаю как в Каннах глядя этот кинофильм и давая ему первый приз там золотую ветвь как после этого можно идти на набережную там и пить французское шампанское приставать девчонкам французским и делать вид что все в порядке это для меня и постижимая вещь это вообще поразительно потому что получается что ну а Ларс фон Триер создает в общем мистерию того что жена душа жизнь отказывается от того чтобы быть вот она воплощена в жюстин что в переводе означает справедливость который говорит я не хочу я все то что меня окружает в этом фильме к сожалению нет ни одного мужчины точнее есть пару но они все как будто бы никчемные не нужны потому что душа мира уже приняла решение потому что мужчины не построили дом бытия точнее не дави возможность построить дом бытия поэтому одним из функционных моментов этого этой кинокартины является шалаш в котором Юстин ее сестра Клер сознание так называемое чистое бытовое и ее ребеночек ждут конца света он летит планета-убийца который убьет землю это страшная кинофильма но в ней вообще в самой философии психологии мистики меланхолии очень много серьезных заданий для тех кто в общем все-таки чувствует что что-то не так с ним ну или с ним я сейчас подчеркиваю вот он Роберт Берт он закончил Оксфорд неизвестно вот был ли он в круге тех кого я там упомянул из елизаветинцев из шекспиновского шекспиновской тайны но он в 1621 году став священником но при этом не служа службой но протестантом священником он в общем большую часть времени в Оксфорде занимался библиотечным делом его там оставили в покое говорят ну сиди в библиотеке пиши что-нибудь и он там писал написал эту книжку она вышла в 1621 году большая вообще книжка ее читать очень трудно американцы пересдали ее в сороковых годах первый раз больше тысячи страниц в их пересдании в нашем переводе который правда там сильно-сильно похоже сокращен больше ну почти 300 страниц по крайней мере то что в интернете есть но эта книга она во-первых имела очень большой успех и влияние и если вы знаете немножко тех этих англичан без нее нельзя понять Джона Мильтона его потерянный рай поскольку многие фрагменты этой книги использованы Джоном Мильтоном ну например в демонологической классификации сегодня я уже демонологию не буду трогать скоро закончу не успеем будет трудная тема то в следующий раз вы знаете тех кто считал потерянный рай то что Джон Мильтон создаёт там невероятный такой пандоним что-либо этих бесовских демонических иерархий откуда он их брал возникает вопрос вот он и брал их в том числе из этой книжки ну это конечно Свифт Лоурен Стерн и многие другие напоминаю вам что эта книга Бертона это книга заканчивающегося пессимистическо заканчивающегося ренессанса и конечно же увенчанного в английской духовной истории феноменом Шекспира кризис ренессансного гуманизма то есть вера в человека отражена уже у Шекспира и в общем начавшейся новой эпохи под названием барокко для которой свойственно по крайней мере барокко в литературном философском ключе свойственно в общем неуверенность растерянность и в общем серьезное сомнение в том что человек способен решить заглавные вопросы собственной идентичности и правильной истории вот почему повторяющегося эта книга Бертона была важным документом эпохи в сознании которой в общем или в бессознании которой поселилась меланхолия причем она поселилась как в духе тут очень важный момент для тех кто серьезно думает о медицине так и в плоти поскольку трактат Бертона касается и того и другого и вот в общем в целостном ренессансном ключе связывает одно с другим поэтому книга в общем рассматривалась с одной стороны как духовный трактат а с другой стороны рассматривалась как пособие по медицине ее использовали в том числе довольно известные авторы довольно известные врачи своего времени суть в общем этой книги сводима прежде всего к известному для всех традиционных культур тезису о том что мир болен и больна по причине человека и что главный симптом этой болезни по крайней мере вот в этом ренессанс поздно-ренессансном и в барочном ключе это главный симптом это меланхолия книга вот ее титул лист написан Бертоном в этой книге он называет себя самого Демокритус Юниор цепляясь за известного античного натурфилософа Демокрита который как вы знаете в общем впервые развил теорию неделимого неделимой первой частицы атомус в переводе с греческого неделимой на собственной эпитафии которая была создана Бертоном он написал мало кому известный еще менее кому неизвестный здесь лежит Демокрит младший которому меланхолия дала жизнь и смерть почему Демокрит потому что Бертон это важный аспект я считаю что вам стоит о нем серьезно задуматься поскольку имеет отношение с одной стороны как к Толстому так и к Пенгауру в какой-то степени повторяет близок по настроению потому что согласно Бертону весь мир уже состоит из разрозненных атомов вы скажете почему из разрозненных потому что ренессансный идеал следом за оптичный это идеал целостного космоса где нет разрозненности где все со всем связаны где все стихии это первоэлементы они связаны как друг с другом в гармонии организма вселенского так и все люди связаны друг с другом в этой вселенской гармонии все в каждом каждый во всем но это касается не только человека это касается предметностей в том числе природных иначе никто ничего не поймет в мифе в галиарде вообще в антическе с языческим идеалом целостность и вот Демокрит поэтому в этом поэтому себя называют Демокритом потому что очень нравится что вот мир этот уже он в нем в нем все со всеми расстаются хотя Джон Дон кричит что нет человека который был бы как остров даже если утес смыло в море то все равно этот утес сохраняет память о континенте и с этим утесом вместе стал меньше материк потому что колокол звонит по каждому из нас не только по мертвому это знаменитое я привел его прозаическое стихотворение Джона Дона тоже из этой эпохи из эпохи Бертона которым опять же вопиется от того что мы потеряли друг друга что мы отделены друг от друга и меланхолия рождается из этой отделенности из этой атомизации атомарности в которой человек обречен ну это конечно одновременно лишает его энергии связывающей любви человек обречен на эту изолированность в себе и от других эта тема развивается и в общем достигает в конечном итоге в разные эпохи той или иной степени означенности но в общем с угасанием мистической подопреки вот поэтому этот трактат Бертона читать очень трудно и требуется время чтобы в нем разобраться и я еще раз пощеркиваю поэтому если кто-то чувствует что может быть не стоит многие мои коллеги-философы меня говорят возьми бритву бритву окорма эта бритва называется бритва номинализма согласно принципу номинализма не стоит умножать сущности без необходимости говорит этот средневековый номиналист философ номинализм означает отсеки все то что невнятно все то что непозитивно довольствуйся малым но видите как в мистике вот это вот круг бритвы окома он может быть в общем он может меня ну травмировать до руины до фрагмента и лишить меня в общем проекта моей целостности хотя с точки зрения опять же даже теории меланхолии мне никуда не деться от энергии моей уникальность которая будет рвать меня через эгоизм через ну скажем страдания одиночества через нереализованную любовь будет меня превращать в клочья больные страдающие в лучшем случае вот но так или иначе ну или если скажем не удалась там судьба как человека экономического или человека сексуального то она меня вроде успокоит и все как это в общем принято больше в номиналистском контексте современного принципа реальности поэтому еще раз Бертона может быть даже стоит для тех кто считает что достаточное основание присутствует в бытовых структурах вот принцип достаточного основания я еще раз пощеркиваю пост ставит настрит проблемы все таки или ими мы можем тоже от пост отказаться многие отказываются особенно конечно если вот но если все таки ну вот чувствую прессинг такого внутреннего экзистенциального беспокойства что ли озабоченности то что чувствовать что что-то надо делать с собой со своим кругом с близкими то надо конечно пытаться выйти за границы очерченной бритвой номинализм медицинская так сказать составляющая трактата Бертона основана на медицинской систематизированной философии медицины которая сегодня забыта которая была в эпоху Ренессанс она сводима в общем к этой простой схеме которую я вам сейчас демонстрирую трудная работа поэтому ну потрепить еще немножко скоро поградусь я сам уже устал медицина рассматривалась в этой системе ренессансной медицинской философии как часть часть целого которая непременно включала в себя естественно религию включала философию ну и включала уже начавшуюся науку все это вместе объединялось в самый известный идеал ренессансной философии целостности которая носит название античного бога Гермеса Трисмегиста Гермеса Триджевеликого поэтому это знание называлось герметизм по имени этого известного мифологического персонажа посредника между верхом и низом Гермес вот эту медицину о которой сейчас кратко я ее представляет очень сильно и это в принципе его терминология знаменитый Теофраст Гогенгейм известный как Парацис вот в основе повторяю еще раз этой медицины представление о том что именуется основой основой жизненной силы или основной жизненной силы это именуется словом археус архе означает начало в греческом языке именно археус является такой вот одной является основной жизненной субстанцией в природе однако в природе на которой основаны все вещи обратите внимание я уже приводил схему о том что материя и сгущенная энергия говоря языком схематизации то есть вот это и есть вот эта жизненная сила которая определяется по всем по всем природным объектам она и есть вот эта порцелированная то есть имеющая собственную организацию в соответствии с физикой или биофизикой соответствующего предмета энергия сила археус важно то что этот так называемый археус синонимичен понятию астрального света видите я буду прибегать к такому мистическому понятию как астральность астральность это то что связано прежде всего со спецификой наших чувствований наших желаний наших хвалений что в свою очередь связано с самой тонкой стихией из первой стихии воздухом вот почему главная одна из главных составляющих вот этой единой медицинской философии ренессанса часто называлось учение о воздухе пневмо пневмо это воздух пневмо то логия вот которая естественно связывает проблему физики физики воздуха с метафизикой духа который присутствует в моем дыхании что я вдыхаю и что я в конечном итоге себя выдыхаю какая трудная получается история вот об этой субстанции писали после ренессанса и многие другие мистики я решил вам процитировать одного такого известного я просто занимался немножко когда я ездил в Францию там нужно было его зовут Элифас Леви есть у него книга называется история магии мистика естественно близка к очень последствиям мистики является магия и вот в этой книге Леви пишет вот говоря об этом археусе или о странном свете или духовном воздухе он пишет свет это трудное место но я решил все-таки вам особенно те кто немножко интересуется проблемой целостности физики и метафизики свет это творческий агент вибрации которого являются движением жизни всех вещей вибрации если кто-то занимается хоть немножко современной современными физическими теориями это похоже на то что приближается к какой-то степени к теории современной теории струн теории элементарных частиц вибрации которого являются движением жизни всех вещей напоминаю те кто немножко интересуется физикой что у каждой материальной частицы большой или маленькой Есть свой собственный импульс силы. Элементарно все естественно называется спин, вращение, вибрация. Все живо, все наполнено энергией. Откуда берется, повторяю, они пытаются связать это с археусом. Вот это первая сила, которая во всем, и которая, в общем, все должно объединиться со всем. Вибрации, трудно и местным, что ждем. Вибрации, которые являются движением жизни всех вещей. Свет, скрытый в универсальном эфире. Эфир, излучающийся из центров, которые, накопив его, направляют свет на движение жизни, образуя тем самым творящие токи. Астрализованный свет в звездах, оживленный в животных, очеловеченный в людях. Свет, который растит все растения, заставляет блестеть металлы, производит все формы природы и уравновешивает все очень законы универсальной симпатии, то есть связанности. Это свет, который проявляет природу магнетизма, предсказанную процессом. Свет, который пропитывает кровь, будучи выделен из воздуха, когда-то он вздыхается и распределяется легкими. Как можно для нашего, хоть немножко такого обращенного, ну, я вот решил подумать, как это можно прирастить для тех, кто хотя бы немножко знает там священное писание самое. Вот, ради меня, здесь речь идет о каком-то важном археоз, с моей точки зрения, это, конечно, моя рискованная операция мыслительная, ближе всего к тому, что, безусловно, имеет так называемую языческую подоплеку, в начале Евангелия Атериана, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ну и так далее. Все через него стало быть, что стало быть и так далее. Он пишет, в нем, то есть в этом первословии, археоз, в этой жизненной силе, в этом астрализованном свете, в этом духовном воздухе, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Обратите внимание, жизнь была свет человеков. Этот свет, естественно, как вы знаете, был потерян, согласно тому же тексту Иоанна. Тьма сгустилась, но все-таки появился там другой свет, который вот, и свет во тьме светит, и письма не поглотила его. Вот если попытаться вот этот трудный герметический аспект, герметизм, хоть немножко и означать. Сейчас, еще немножко, надо закачивать. Не дойду я до всем глобальных причин болезни. Ну, хотя бы закончу, а потом... Что важно? Археоз... Вот важный аспект. Я уже про это говорил, что археоз происходит из тела Земли, из духовного тела Земли. Напоминаю вам, материя сгущенной энергии. Каждая вещь, согласно этой вот философии медицинской, имеет два тела. Видимое, субстанциальное, то есть вот видимое, которое овеществлено, имеет конкретную вещественную субстанциальность. И невидимое, ну, я употребляю еще философский термин, трансцендентное, то есть вот невидимое такое вот, незримое, мистическое. И вот это второе тело, оно состоит из тонкоматериальных эфирных матриц, аналогов видимой физической формы. И вот эта вот тонкоматериальная эфирная телесность, она и является оболочкой археоза. То есть это жизненное тело каждого из нас и в общей всей планеты. И именно проникновение в этого эфирного двойника, в это эфирное тело, проникновение того, что разрушает его по разным причинам, это причина как раз начала многих, в том числе медицинских болезней, прежде всего, связанная с неспособностью разума фильтровать вот эти проникающие в эфирное тело факторы. Человек с болезненным умом, и это упоминает Бертон, отравляет свою эфирную природу. Это инфекция, которая нарушает естественный ток жизненные силы и ведет как к духовным, так и к физическим болезням. Большое место в этом трактате занимает герметическая теория Бертона возникновения болезней. Но учитывая то, что время уже прошло, учитывая то, что в любом случае буду вынужден, большая работа очень, я постараюсь, может быть, ответить на ваши вопросы, если они есть, ну и сказать о том, что, к сожалению, я вынужден перенести рассмотрение этой проблемы, этого трактата на следующие... Просто сейчас будет такая трудная материя, где будет много понятий, вот скажем, я должен буду вводить понятие гумора, которое употребляет Бертон. Это понятие нуждается... То есть будет много такой напряженной учености. И если все-таки мы уже немножко устали, и так было много всякой навальной, мне кажется, все-таки информации, может быть, ее надо немножко подумать, я решил на этом месте остановиться. Я прошу простить, потому что я ожидал, что получится такой большой материал, но иначе его невозможно было бы все-таки вам подать. Я часто редуцирую, пытаюсь как-то фористично, но тут такая сцепка вот эта ренессансная, что что-то пустить, в общем, буквально все потерять. Понимаете, это вот проект целостности, он очень тяжелый. И, конечно, повторяю еще раз, для тех, кто рассчитывает на чистую душу, на инстинкт совести или на энергию веры, которую он, может быть, уже в себя принимает, может быть, даже стоит отказаться от этой учености, особенно ее трогать, если, конечно, вы доверяете своему состоянию. Я, как, естественно... Саша, знаете, что у нас экзамен в 10 утра? А что же вы тут сидите, не готовитесь? Безобразие. Ну ладно. Я к тому, что... Вот поэтому... Это трудный материал, но раз уж Бертон, видите, как затронулся... И, видите, его ввели в российскую культуру, то есть... Два автора переводили его. Я могу дать скину в некоторые места из этого перевода, в следующий раз и там. То, видимо, все-таки это знак того, что Россия пытается вернуться к идеалу русской культуры, это идеал, повторяю еще раз, всеединства, целостности. Она как будто пытается избавиться вот от такого располовенивания дуалистического, который случился в 20 веке, когда нас лишили, в общем, способности там. Все-таки многие вещи, которые важны, ну, не учитывать. Не знаю, как вы, но я, дитя эпохи, той на себе все это испытал и плохо испытал, признать ему честно, нельзя. Поэтому, в общем, видимо, для молодежи тоже, все-таки, несмотря ни на что, это работа, серьезный повод подумать. Мир, в котором мы живем, повторяю еще раз, я только что вон там по Европе проездил вот чуть-чуть, я им все время говорил о том, что вы пропустили своих собственных авторов, которые все время напоминают вам о том, что вы живете в ситуации, повторяю еще раз, все более усложняющейся тайны. Если вы, ну, хотя бы немного любите литературу, вы знаете, что эта тайна означена, ну, по меньшему мере, у всех нобелевских лауреатов 20 века. Просто как относиться к этому литературному опыту? Ну и, слава Богу, философы западные тоже за нее уже взялись, но правда их, как правило, в общем, пытаются не слышать или просто выталкивать на периферии собственной культуры. Но поскольку Россия сегодня все-таки хотя бы интуитивно пытается сопротивляться, я считаю, что это абсолютно оправданно, это сопротивление, но это сопротивление должно быть очень серьезным, аргументированным, продуманным, человеколюбивым, объединяющим. То есть Россия как повод, если хотите, для новой парадигмы будущего. Вот когда вот вернуть все-таки то, что, если даже они отказываются от нашей культуры, то, что у них, в их культурах давно уже есть. Вот почему, конечно, я все-таки отношусь к подобным вещам серьезно, но и, может быть, вот кто-то из вас тоже постарается к этому отнестись в соответствующем. Но если тяжело очень, потому что вообще тяжелая тема, повторяющимся. А вопрос сложно вам дальше? Ну, давайте большие кое-что. Да, да. Потому что... Да, я понимаю. Вопрос, Владик, из времени написания и времени перевода книги Бергана, да, Анатолия Миланхорниев. Подникает, конечно, вопрос, кто же где-то на сбег, кто же слабег, не стекает, где-то был интерес. А почему только вот не так давнее время был перевод, и никто вроде раньше не поступал? Чем обусловлено? Отказ от перевода в прошлое время и вдруг необходимость наша? Естественно, книга была написана не на латыни, книга написана на так называемом Early New English, так называемый ранний новоанглийский язык. Это язык, в общем, Шекспира, там, Дона. То есть этот язык внятен для современного англоязычного читателя. Поэтому в Нью-Йорке, там, скажем, когда издавали, вот в 41-м году, по-моему, издали вот этот текст большой. Естественно, что они издали без всяких ремарок, то есть это был просто вот этот Бертоновский оригинальный текст. Наши к нему обратились, к этому тексту, в самом деле, вот только в 2000-х годах. Ну, видимо, все-таки вот сейчас в России сейчас, я не знаю, следите ли или нет, но сейчас так много поразительно интересных работ. Ученые хорошие еще есть. Естественно, жалко, я имею в виду в сфере гуманитаристики, но в силу вот нашей такой сегодня транзитности, что ли, многие из них, к сожалению, плохо читаются, редко бывают в средствах массовой информации. Вот. Почему он не раньше, еще раньше не возник такой интерес Бертона? Имеется в виду в России? Да, в России. Трактат пересдавался только три раза при жизни Бертона и четвертый раз после его смерти. Больше после этого, после XVII века он больше не пересдавался. Вот. Интерес возник, безусловно, видимо, все-таки больше такой вот музейный, что ли. Вы знаете, что современная культура значительно рассчитывает на музеинизацию истории. Для меня это жуткий такой термин, я его ввел. Это означает то, что достаточно построить музей, чтобы вас приобщить к истории, где вы можете поиграть, скажем, в военные игры. Конечно же, подлинная история может восприниматься только через призму, ну, если хотите, вашего такого переживания серьезного. Но история, надо себя включить в историю. А для этого надо, ну, по меньшей мере, что ли, побежать там к повести временных лет и всю эту историю русскую, начиная сливой, пройти вместе с ними. Причем, обливаясь слизьми или радуясь, там, когда есть повод для радости, вот тогда можно себя интегрировать. А вот эта музеемизация сегодняшняя, мне много описывают постмодернисты, это вот вроде вот экспозиция есть и достаточно. Ну, а когда поляки приходят там, только что был репортаж, я не знаю, вы читали, по-моему, даже в Калининградских. Приходят в Освенце, в Беркенау, молодые польские дети приходят и там на корреспондентах спрашивают, ну, а кто освободил-то? Я говорю, как это? Ну, американцы? Ну, американцы освободили там, они хорошие. Понимаете, конечно, вот эта музонизация, она такая вот не решается. Вот. Ну, а второе, возможно, все-таки интуиции. Видите, я все-таки решил этим трактатом заняться, потому что, ну, я так трудно думаю о будущем, если мои дети тоже будут писать какие-то работы, а мне надо что-то тоже… Потому что нужен какой-то сегодня новый синтез, понимаете, такой серьезный, глубокий. И, может быть, поэтому, и, может быть, те, кто переводил его, тоже исходили из этой интуиции. Я повторяю еще раз свой диагноз, который был поставлен, ну, начиная уже с Гердиаева. Вы можете… Это не мой диагноз, я имею в виду. Вы можете с этим не соглашаться, но вам просто об этом подумайте. По крайней мере, я в своих вот скромных там, этих лекциях на Западе все время на это указываю. Я говорю, что все-таки это сегодня историческая развивка. Но с точки зрения геополитики, я к немцам говорю, или все-таки вы выбираете в качестве такого духовно-стратегического, экономического и так далее партнера, выбираете все-таки Россию, и тогда вот, может быть, ваша идея там какой-то единой Европы, она будет оживлена там и так далее. Ну, или все-таки вы остаетесь приданным союзником, вот, Соединенных Штатов. Отличая от того, что мы там должны ругаться со штатами, ну, просто слишком серьезные сложились, прежде всего, культурно-цивилизационные противоречия, в том числе на теоретическом уровне. В России есть признаки того, что у детей, что они могут в общем справиться. Если будут хорошо учиться, будут серьезно учиться, думать и понимать все-таки, что современная культура парадоксально в этом, особенно в калининградских этих мегаполисах, в Калининграде там, парадоксально в этом противоречии между овнешневленными, абсолютно вот, часто дезориентирующими формами, но эстетически прелестными, и серьезностью вообще того, куда они попали, я имею в виду жизнь. Вот сегодня мы попали в унизительнейшую ситуацию, вот, как вы понимаете, и об этом нужно по этому мистику оправить, унизительнейшей ситуации редукции всех основных культурных ценностей, которые держали вот все предшествующие, пусть драматичные часто культуры, до примитивнейших вещей типа вот позитивистской телесности или оконечности наших земных тел. Как можно, как могло это случиться? Но, слава Богу, у вас есть русская литература хотя бы, я имею в виду, но за нее можно потом выходить тоже за пределы, там же все-таки вся эта, ну я процитировал Толстого, конечно, ошибка у Толстого, Шопенгауэр, который у него в основе эпилога, зря он вообще писал, попытавшись, попытавшись философским образом объяснить свой роман. Я его за это критикую, Толстого, вот, потому что тогда он был влюблен в Шопенгауэр, считал, что Шопенгауэр об этом писал Фету, вот, письма эти сохранились, часто цитируются. Шопенгауэр самый лучший из мыслителей, вот, он все объяснил. Шопенгауэр же ничего не объяснил. Он, подобно Гегелю, ткнул куда-то, есть какая-то воля. Нельзя жить в анонимности, в отношении сил, которые мною правят, как в обыденности, так и в жизненном формате. Вот, может быть, повторяю еще раз, с какими-то подобными обусловиями, то есть, я не знаю точных причин переводов, но вот, видите, как Бертон, друг сегодня... Но с меланхолией надо разобраться, хотя бы на фоне Ларса фон Триен. Если мы, конечно, не меланхолики, я там приведу психологическую теорию того же, там, четырех типов, ну, этих самых вот психологических типов, которые чуть позже, теорию гуморов, которая развивает еще Гиппократа, они ее пользуют для того, чтобы объяснить то, как связана метафизика духа, физика воздуха, кровь и психологические состояния. Вот эта теория... Ну, это ренессансная, естественно, теория. Сегодня медицина, естественно, от нее полностью отказывается. Медицина сегодня телоцентрична. А там же она, видите, как я в схеме немножко предложил. Ну, ладно, еще один вопрос, да? Я хотел вам задать вопрос, и он как-то меня очень мучил по протяжении всей лекции и по поводу меланхолики, задать вопрос обратного. Как вообще сегодня, да и вообще всегда в протяжении всей истории нужно не быть меланхоликом, понимая, что история либо не имеет смысла и назначения, либо он совершенно не ясен. Типа, мы не знаем, мы позитивисты в XIX веке, потом уже логически позитивисты, начали отвечать на вопрос, почему. Но вот это незнание ответа и мучительное непонимание, куда все-таки движется исторический процесс, в какой конечной цели, о чем Аристофель спрашивал, это любомыслищего человека ставит в положение, ну, страшной, в меланхолии, страшной бессмысленности. Ну, при чем это нелигиозно? Ну, во-первых, я сразу хочу молодым людям сказать, Людочка, тихо, тут молодежь. Хочу сказать, что мы с вами, молодые люди, мы с вами… Вы не имеете права пребывать в каком-либо унынии или меланхолии. Ближе всего, конечно, к медицинскому понятию меланхолии, это понятие уны. Вы не имеете права. Если… Я вот с самого первого дня сегодня детям это говорю. Если вы себя внутри ощущаете вот в этой экзистенции меланхолической, сразу же надо понимать, что я болен, даже если вокруг меня… Ну, говоря языком там, скажем, некоторых… Ну, там, скажем… Там Силуана такого… Даже если вокруг меня ад стал, вот сгустился, ругает на меня Лена. Вот даже если вдруг… Ну, Силуан говорит, что держи ум в ааде, но не отчаивайся. Я просто его цитил. Такой афонский старец такой. Я к тому, что, понимаете, нельзя. Вы не имеете права. Потому что, как только… Это вот меланхолия… Почему меланхолия так серьезно занимает того же Бертона? Отвечает то, что я попал… Ну, я попал в гравитацию соучастника разрушения мироздания. Да, но с точки зрения хотя бы повторяющего… Ну, вот… Ну, ладно… Ренессансного дискурса, контекста… Ну, вот Людмила сказала про христианский. Там тоже нельзя. Там уныние, смертный грех. Это означает то, что… А что такое… Понятие греха уже не раз озвучилось. Грех означает определенный вид недостаточности. Сердечной, умственной. Да… Конечно, это означает слепую… Там… Такую… Как называется… Смехопанорама… Слепую смехопанораму бытия. Нет-нет… Это означает… Всю серьезность происходящего… Понимания все-таки происходящего… Но всегда усилия необходимы для того, чтобы жизнь утверждать. В себе и вокруг себя. Это очень важный момент. Прошу вас… Более того… Я философам вообще говорю, что вы не имеете права быть несчастными. Счастье – это ваш долг. Ну, а счастье – это, конечно, высшая категория психологической высоты. Как можно быть… Понимаете… Да… В этом, может быть, и парадокс вообще происходящий. Трудно. Я вам тоже часто жалуюсь, потому что… Но все-таки… Давайте-ка мы… Если… Зона решения вопроса о жизни и смерти сегодня принципиально индивидуализирована. Точнее, лично центрирована. Вот… Лена любит… Это… В христианской антропологии… Личность – это та, которая участвует в жизни и удержании. Даже если… Все равно случаться… Но… Жизнь удерживать… А жизнь удержания возможно только тогда, когда вы привлечете энергию. Потому что меланхолия – это все-таки состояние духовно-энергийное. Ту энергию, которая меланхолию снимет. Бертон об этом тоже будет писать. Он напишет все состояния, все причины меланхолии. И потом постарается объяснить, как можно меланхолии сопротивляться. Да, в этом трудность, но… Видите, зачем тогда нам учиться? Вон Миша тоже… Первый курс, вот юноша такой талантливый. Узнает, как… Ему трудно уже, потому что он уже там влюблен, там несчастный. Все же вскоре влюблены и несчастные. Там что-то не получается. Поводы такие. Но видите как? Вот в этом-то и такая постоянная, что ли, наша ответственность в том, чтобы находить возможность преодолевать искушение уныния. Ну ищите, пожалуйста. Я уже не знаю, конечно, что это каждый делает индивидуально. Ну, так бегайте в библиотеку там, да? Ну да, но все-таки, когда стрела вот эта бытийная, она летит куда-то, где нет никакой цели, нет никакой мишени. Это, конечно, страшное переживание. И нельзя не быть человеком неунывающим. Понятно, когда ты живешь, так сказать, биологически жизненно, обеспечиваешь свои потребности, радуешься. Все хорошо. Нет, нет. Есть две стрелы времени. Одна стрела, в самом деле, которая вот такая, вот такая, которая, в общем, упадет. Но, кстати говоря, в риторике стрела означает все-таки то, что в проблеме меланхолия тоже четко означено. «Ответственность вектором моей мысли». Вот Одиссей потому самый хитроумный из греков и слышит голос Афины, богини такой вот мудрости, потому что он еще стрелок из лука самый лучший. Вот мысль должна быть той. Когда ваша стрела времени войдет в правильную, войдет в правильную векторность, вот тогда вы приобретете тот энергийный импульс, который, безусловно, станет уже контрповодом для, ну, если хотите, того, что именуются широкие врата, ведущие к погибели. Вот, но вы все-таки будьте соучастником контр-действия против тайны беззакония. Тайны беззакония, видите, это в Новом Завете, вот такое определение времени, в котором мы с вами живем. Видите, вот Соловьев, я процитировал в самом начале, он написал хороший разговор, а потом он написал маленькую такую статейку, где он сказал, что мировой занавес, в общем, уже опущен. Ну, то есть я его за это сильно корю, потому что никто из нас не имеет права заглашаться с этим вот падением мирового. «Пока вы живы, прошу вас как-то брать на себя ответственность, ищите света, что ли». Ну, вот видите, метафорами говорю. И мысль за это отвечает. Есть стрела времени, которая вам должна помочь. Есть две стрелы времени. Вообще нужно развивать теорию… Пригожин затронул это, такой есть Илья Пригожин, лауреат на Бескопиеме, его статья переведена на русский язык. Он, правда, в Бельгии жил, да, ну, и там уже были опубликованы, в том числе вот у нас. Вот он говорил о переоткрытии времени. Нам нужно… Время – это энергия. И существует два вида этой энергийности. Она, вот видите, тоже связана с мистикой бездны. Мистика бездны, по слову Бердяева. Бездны небытия и бездны бытия. Давайте мы все-таки с вами никогда не будем унывать. Да, и тем более вот у многих из вас витальная такая сила. Борис Николаевич – прекрасный оптимист, от него заряжаются и дети. Я, конечно, немножко склонен к нему, но я… Да, потому что у меня тяжелая повседневность. У меня ученики часто плохо учатся. И я так сразу говорю… Ну, хорошо. Большое спасибо. Давайте… Спасибо за вопрос. До свидания. До свидания.